В 2015 году началась и с тех пор продолжается дружба между абхазскими и уральскими педагогами. В этом году в Абхазском государственном университете проходит шестая международная конференция с участием учителей, педагогов и других представителей сферы образования из Свердловской области. В целом все конференции можно объединить одной темой – теория и практика организации образования различных категорий детей в современном мире. В этом году наша конференция посвящена темам непрерывности образования. То есть как обеспечить преемственность образования при переходе ребенка со ступени дошкольного обучения на ступень школьного, потом при переходе на ступень высшего образования, чтобы этот переход был максимально комфортный, чтобы дети были готовы к этому переходу и педагоги были готовы. Конференция продолжалась три дня. Последний из них посвящен особенностям обучения детей поколения Z, то есть рожденных после 2000 года. Кандидат психологических наук, доцент Уральского государственного педагогического университета Юлия Вадяха объяснила, что мышление, память и скорость восприятия у 20-летних значительно отличаются от остальных поколений, и это нужно учитывать при создании образовательных программ. Наше молодое поколение живет в ситуации скорой, быстрой смены, постоянной, хронической смены информации. Мы от этого устаем, а им нормально. То есть вот это очень интересный тоже такой эффект, который тоже нужно учитывать. На лекции скучно. Должны быть материалы какие-то для просматривания тут же в гаджете, должно быть что-то на экране, желательно вообще два преподавателя, один вообще говорит другую точку зрения, они еще и спорят желательно. То есть вообще полностью, чтобы внимание ходило туда-сюда, тогда мы видим, что ребятам интересно. Декан биолога географического факультета Абхазского госуниверситета Марина Гогуа отмечает, что вопросы, поднятые на конференции, очень актуальны и для Абхазии. Проблемы поколений одинаковы для всех стран, куда дошла цифровизация и интернет. Это поколение Z, это современные наши подростки, которые вроде бы наши дети, нам знакомы, но вот когда мы начинаем с ними работать, оказывается, что старые отработанные методики не очень пригодны. Каждый с этим сталкивался, не обязательно быть профессионалом, чтобы понять, что нам быть родителем. Ну, какие-то, вроде бы свои дети, и в то же время совершенно чужие, какие-то инопланетяне. Эти все гаджеты, технологии современные, мы понимаем, что это повлияло на их сознание, восприятие. Таким образом, что мы должны это учитывать. И более того, мы не только сегодняшние какие-то элементы должны учитывать, но и немножечко прогностически смотреть в завтрашний день. Один из дней конференции прошел во вспомогательной Сухумской школе. Дело в том, что в составе делегации представители одной из лучших в России инклюзивных школ с 25-летним опытом работы с особенными детьми. У нас маленькая муниципальная школа, она небольшая, у нас всего 500 детей. И 40% это дети с ограниченными возможностями здоровья. То есть здесь дети есть и с УВЗ, и дети-инвалиды разных нозологических групп. У нас есть раздельные классы, то есть специальные коррекционные классы, а есть обычные классы, это инклюзия. То есть дети с УВЗ, они учатся наравне с нормативными детьми. Похвастаться, конечно, нам есть чем, потому что дети, которые у нас обучают, дети с задержкой психического развития, они продолжают обучение дальше. И в 10-х классах поступают в средние специальные, в высшее учебное заведение. Ну а дети, которые у нас с умственной отсталостью, то есть для нас самое главное, это чтобы они получили профессию, нашли то есть себя в жизни, смогли социуме устроиться. В составе российской делегации, которая в этом году приехала на международную конференцию, педагоги Уральского госуниверситета, представители школьной системы образования и детских садов, а также сотрудники управления образования, председатель областной медико-психологической комиссии и глава службы ранней помощи. Это госучреждение, в задачи которого входит диагностика и выявление нарушений в развитии у детей раннего возраста. Надежда Боровикова, Рамо Камкия, Абаза ТВ